Сегодня мы поговорим про функциональное программирование, про то, как это выглядит в скале и вообще откуда ноги растут и называется пояснимо за монаду. Что такое функциональное программирование? Есть вообще два стиля программирования. Это функциональное и императивное. Императивное это то, к чему вы в принципе привыкли, это мы завоем переменные, мутируем их, крутим туда-сюда данные и так далее. Функциональное программирование это программирование, которое появилось на самом деле как концепт, появилось довольно давно, но использовать его стали сравнительно недавно. Чуть позже объясню почему. Функциональное программирование как бы основывается на том, что вы пишете свое приложение в виде функций и мутабельных переменных. Как правило, функциональное программирование его сравнивают с матанализом по сути. То есть все, что вы можете написать в математике в качестве функций и каких-то переменных, вы также можете написать и в функциональном программировании. И на этом строится вся эта идея функционального программирования. Дальше в функциональном программировании есть несколько концептов. Это то, что у вас есть функции как объекты и функции, которые принимают функции. Все функции у вас чистые, вы пользуетесь рекурсией, дальше у вас может быть эвалюация переменных по-разному работать и так далее. Пойдем дальше. Что такое first-class high-order functions? Мы с вами про это говорили. В принципе, это лямбда. First-class функции – это лямбда, которая принимает какое-то значение и возвращает на другое значение. High-order functions – это функции, которые принимают другие функции. Вот тут есть несколько примеров. f – это функция, которая просто прибавляет к иксу двоечку. d – это функция, которая дважды применяет f на иксе. И как одна из классических штук функционального программирования – как сложить два числа. Такой, как сказать, базовый концепт, что это уровня Hello World для функционального программирования. У нас есть две функции – это увеличить число на единицу и уменьшить число на единицу. Дальше у нас есть функция, которая складывает эти два числа, и она работает следующим образом. Это рекурсивная функция, которая занимается тем, что если у нас второе число меньше единицы, то есть 0, она возвращает первое число, а иначе она рекурсивно вызывает себя, увеличивая первый аргумент на единицу, уменьшая второй аргумент на единицу. Таким образом у нас получается такая страшная рекурсивная функция, которая умеет складывать два числа. Окей. И что характерно вообще для функций – это то, что их можно карировать. То есть сама функция, допустим, состоит из, например, функции… Какой здесь пример привести? d от f, допустим, это функция, которая принимает f и x. Мы можем частично ее применить, то есть сделать d от f функцию из x в x. Дальше что такое чистая функция? Чистая функция – это функция, у которой нет сайд-эффектов, а сайд-эффекты – это то, что ваша функция влияет на внешний мир. То есть она может каким-то образом влиять на память или банально писать что-либо в консоль. Чистые функции, у них есть несколько свойств. Если их результат не используется, их можно убрать из вашего кода и код, как бы выполнение этого кода не изменится никоим образом. Чистые функции без сайд-эффектов всегда будут вам выдавать один и тот же результат. Ну, на них те же хромены будут выдавать один и тот же результат всегда. Если между двумя функциями нет какой-либо зависимости по данным, то есть, допустим, функция плюс один и минус один, они независимы друг от друга, их вычисления можно в коде поменять местами. И если весь язык не позволяет сайд-эффектов, то вычисление результатов можно совершать в абсолютно любом порядке и довольно хорошо все оптимизировать. То есть, например, если бы посмотрели на вот этот пример суммы двух финтовых чисел, если бы надо было функциональный язык программирования, то, по сути, вот эта рекурсивная функция, она бесплатная была бы. Если ваша функция как раз-таки работает одинаково на одинаковых входах, эта тема называется Refresual Transparency, то есть, у вашей функции довольно понятные зависимости и понятный выход. Дальше... Большинство таких современных языков, они могут детектить чистые функции и каким-то образом оптимизировать их вычисления. Например, в некоторых языках есть специальные аннотации Pure, по-моему, даже в Java есть, которые позволяют компилятору каким-то образом эту функцию упростить, чтобы она была намного эффективнее, чем просто обычная функция. Дальше, вот, как пример от чистых и нечистых функций. Чистые функции, это, собственно, те, которые вы можете встретить в математике по-хорошему. Нечистые функции, например, вот ForEach, которые даже, в общем-то, в Scala намекают на то, что он нечистый, потому что он возвращает юнит, а юнит это тип юнит. А юнит это, как бы, такой общий тип Scala для сайд-эффектов. Например, GetDameWeek. Как сама функция, вы ее не можете вызвать просто так, потому что, допустим, у текущей даты она может всегда меняться и будут разные результаты. И, как такое правило, понятное дело, что программа, которая не имеет сайд-эффектов, это довольно бесполезная программа, потому что в реальном мире нам всегда нужно что-нибудь куда-нибудь записать, где-нибудь что-нибудь сохранить и так далее. Поэтому, как правило, если вы стремитесь к функциональному программированию, то вы как можно глубже запихиваете всякие операции с сайд-эффектами и максимально их оборачиваете, чтобы остальной код от них не зависел. Дальше рекурсия. Это такой из основных концептов. Если мы, допустим, хотим просуммировать числа от 1 до 100, то нормальный джевопрограммист напишет цикл, который вам будет переменную складывать эти числа. В функциональном программировании вы пишете рекурсивную функцию, которая как раз аккумулирует этот результат в себе и потом его возвращает. И, казалось бы, это довольно дорогая история получается, но большинство языков программирования, они как раз умеют это дело оптимизировать. То есть, вот эта нотация Teoreg, например, она позволяет скаловскому компилятору, как сказать, вот этот луп развернуть во что-то такое, что не будет, не заполнит вам весь стак бесконечными вызовами этого лупа и высчитывать довольно быстро. Дальше в социальных языках бывает по-разному очень. Например, вот такая издапись println list 2 плюс 1 3 умножить на 2 1 поделить на 0 5 минус 4 может работать по-разному. Если вы напишете это в скале, то у вас, естественным образом, эта штука упадет, потому что вы 1 поделили на 0. Если вы подобную запись напишите в Haskell, который считается самым функциональным языком из всех, то вам вернется четверка, потому что Haskell довольно сильно все оптимизирует, все вычисления не делают ничего лишнего и получается, что он поймет, что у этого листа длина 4 и не будет рассчитывать контент этого листа, потому что вы его не используете. А referential transparency это как раз таки вы не используете assign statement, то есть вы не присваиваете переменные какие-то другие значения. То есть все переменные и мутабельные, вы не изменяете их значения по ходу вычисления. И любую структуру из императивных языков можно переписать на мутабельную структуру. Конечно, у нее будет доступ не за единицу никогда, но в большинстве случаев получается структура, которая работает с алгарифмом N. Дальше, это уже такие scala-специфик штуки, в scala не принято использовать null, потому что null это то значение, которое вы в принципе не можете записать в математике. И null вам добавляет дополнительный вариант вычисления вашего значения. Например, вот такая простая функция, которая парсит стрингу в int. она у вас может вернуть три варианта, 0, null и само значение. И это довольно грустно, потому что у вас вместо двух возможных вариантов, вычислил значение или нет, вы получаете три, с которыми вам нужно обрабатывать. Поэтому в scala всегда используется option, у option none это значит, что что-то не получилось, а sum это значит, что вычисление успешно. И в option еще есть приятное свойство, если... Сейчас... Option... И тут option... Option, option... Его метод apply, если вы в option, в конструктор option, то есть есть конструктор none, есть конструктор sum, есть конструктор option. Если вы в него передадите null, как раз вот на случай, если вы работаете с какими-то джавовыми библиотеками или чем-то таким, то он вам вернет, обернет его в none. Иначе будет сам у вас. Окей. Дальше... Что делать, собственно, с этой функцией toIn? Прекрасно. Вот мы написали функцию, которая возвращает option. Дальше вы можете с ней работать в scala довольно по-разному. Вы можете просто смачить результат и посмотреть, что вот у вас получилось, распарсить число или нет. Или, например, если вы хотите несколько int-of распарсить, то вы можете написать for loop, который каждый вызывает эту функцию toInt. И for loop работает следующим образом с option-ами. Если сам, то он переходит... Ну, как бы, for loop работает справа налево, сверху вниз. То есть он сделает toInt, посмотрит, можно ли из toInt вытащить значение, то есть из option вытащить значение получившееся. Если нет, то он выйдет, вернет none. Если да, то он перейдет к следующему парсу и так далее. Если все три значения смогли распарсить, то он вернет вам сам от abc. Иначе он вернет none. Также вещи, которые как бы не имеют ничего общего с функциональным программированием, это кидание exception-ов. Потому что exception-ы это, по сути, выброс из функции в каком-то случайном месте. И вы не всегда можете предугадать, где у вас вывалится exception. То есть, как бы, основывать свой код на том, что вы кинете exception, это неправильно. Гораздо проще сделать какой-нибудь option и возвращать none просто, если ваш код должен там что-то... Как будто бы у него что-то не получилось. И то же самое относится к return-у и break-у. Break вообще в скале реализован как throw exception. Return работает довольно по-разному. В основном, Scala его декомпилирует в тот же выброс exception. То есть, Scala вместо return-а в декомпилированном коде кидает exception с вашим значением, которое вы засунули в return. Что, в общем, тоже, по сути, выброс exception-а. И если подумать с точки зрения математики, ни то, ни другое вы не можете написать на мат-анализе. Поэтому это, как бы, не входит в FFP. Дальше, как бы, плюсы и минусы FFP. Основной и самый большой минус функционального программирования, это... Все начинают, как правило, с императивных языков. И это уже вопрос воспитания. Если вы учили очень долго мутировать переменные, делать какие-то глобальные стейты, изменять их и так далее, то вам довольно сложно после этого переходить на функциональное программирование. И, как еще один минус FFP, это, конечно же, вы никогда не сможете... Ну, в большинстве случаев вы не сможете написать настолько же хороший быстрый код, как на просто обычном языке программирования. Вот. А из плюсов, довольно... Ну, то есть... Последующие люди, которые смотрят за вами код, им гораздо проще понимать, что вы написали. Ваш код довольно легко как бы предсказать, что он делает. То есть, посмотрев на функцию, написанную FFP, вы можете довольно легко понять, что она делает в результате. Вам не нужно там смотреть, что было, где предыдущие две страницы кода и последующие две страницы кода. В связи с этим у вас довольно простой дебаг и тестирование. Потому что ваши функции всегда делают одно и то же. Значит, и тесты вы можете писать довольно простые, без сетапов, без ничего. Вот. Еще один плюс. Вы можете позволить себе ленивые вычисления. То есть, если вы вычислили какой-нибудь результат, а потом его там не используете N времени внутри вашей функции, то, в принципе... А, возможно, вы вообще не его используетесь. Вы можете написать там вот как раз лазевал. И это, как бы, вычисление будет просчитано только если вы его действительно вызовете по следующему коде. И сам компилятор может какие-то вещи из вашего кода оптимизировать. Как раз таки не базируется на порядке вычислений, что, опять же, компилятор позволяет довольно много оптимизировать в вашем коде. И ThreadSafe. То есть, как правило, вообще, когда заходит речь о АФП в фирмах, это как только вам нужно сделать какую-то распределенную систему, и вам нужно поддерживать и на вмен на много пользователей, чтобы это все работало между собой. Как правило, переходят на функциональное программирование, потому что в нем вам гораздо сложнее испортить свою жизнь, когда у вас несколько трендов делают что-то общее. Дальше перейдем к таким концептам, вообще, общим базовым ФБ. У нас есть две операции. У нас есть операция умножения чисел, и у нас есть операция конкатенации списков. Примечательное в этих операциях то, что, по сути, они имеют тип, который принимает два значения одного типа и возвращает значение того же самого типа. И у них есть такие хорошие свойства. Это транзиентность. То есть, если мы будем переставлять эти операции в порядке... Сейчас, не так. Если мы будем ставить скобки вокруг этих операций, то результат у нас не будет изменяться. И мы еще также замечаем, что у этих двух операций есть, как сказать, нулевая точка. То есть, это такое значение этого типа, которое не влияет никаким образом на результат вычисления. То есть, если, допустим, говорить про акцинатный строк, то, допустим, мы складываем строки А, В, С. Во-первых, нам не важно, сложим ли мы сначала А, В, а потом прибавим С, или мы К прибавим В плюс С. Во-вторых, у нас есть как бы нулевой элемент, пустая строка, которую куда бы мы не прибавили в операции акцинации строк, мы не изменим значение результирующее. В случае умножения это единица, в случае акцинации листов это пустой лист. И у нас возникает такое понятие, которое называется семигруппа. Семигруппа это как раз наша операция, допустим, умножение или акцинации списков, или сложение. Это просто описание функции, которое принимает значение M, принимает два значения типа M и возвращает новое значение типа M. Вот как раз если мы будем записывать как бы правила ассоциативности для семигруппы, мы можем это записать таким образом. То есть операция от F2, F3 и потом прибавить операцию F1, она равнозначена операцией от F1, F2 и F3. Дальше, допустим, если мы захотим реализовать это для суммы int, то мы просто пишем A плюс B для листов, и, допустим, для акцинации листов мы пишем A 3.B. Дальше, чтобы как бы расширить эту же идею, у нас есть такая штука Monoid. Monoid умеет делать две вещи. Он умеет возвращать как бы unit value, то есть значение, которое не влияет на ваше вычисление. И он умеет делать ту же самую операцию, которая была в семигруппе. И у Monoid мы можем расширить их до дополнительные два закона, и мы можем написать это правая identity и левая identity. То есть, как мы не делаем операцию с нулевым элементом, мы получим то же самое значение. То, что здесь написано. Эти названия это названия такие, так сказать, не оптимизированные, переведенные для скалы. В Haskell это называется memty, то есть m-emty, и m-open, то есть m-open, то есть операция коксинации как бы. И Monoid мы можем определить для строк, допустим, это коксинация плюс строк. Нулевая строка – это пустая строка у нас. И для листов то же самое. То есть, мы коксиннируем листы или возвращаем пустой лист. Дальше мы сделали все моноиды определения их, и дальше у нас появится такая штука foldable. Foldable позволяет нам брать значение в коробочке, то есть f – это коробочка, и делать с ним какие-то операции. Операция fold нам как бы разворачивает это значение из коробочки, это встает. FoldMap применяет функцию на коробочку и одновременно разворачивает. То есть, мы берем fa, поменяем к нему функцию, издав b, и получаем значение b. И folder – это правоассоциативный fold, который работает следующим образом. Мы берем значение опять же в коробочке a, берем как бы нулевой элемент z, и функцию, которая из a и b, то есть она берет вот это a, вот этот z, и возвращает новый b. Дальше вот примеры реализации foldable для option. То есть, допустим, у нас есть коробочка с option, а в ней есть какое-то значение, мы хотим сделать с этим option какие-то операции. Fold для option работает следующим образом. нам требуется, чтобы для a, во-первых, был определен маноид, и мы смотрим. Если fa – это какое-то определенное значение, то мы возвращаем это значение. Если у нас не получилось развернуть коробочку, то есть в данном случае это nano, то мы возвращаем нулевое значение для этого типа a, то есть из маноида берем нулевой элемент. FoldMap работает примерно таким же образом. Если у нас есть значение, то мы просто применяем к этому значение функции, если нет, то мы возвращаем нулевой элемент. А Folder нам, по сути, FoldMap от Folder отличается только тем, что нам передали явно уже нулевое значение, которое мы вернем, если у нас что-то не выйдет. Дальше, 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 дальше. А, собственно, поскольку FoldMap и Folder довольно похожи по смыслу, то мы можем один выразить через другой. Ну, то есть мы все функции можем выразить, определив только метод Folder. Folder у нас остается прежним, а дальше FoldMap мы передаем туда нулевое значение типа b и функция, которая игнорирует это нулевое значение. и на выходе возвращаем f от a. А дальше Fold у нас определяется через FoldMap уже. И мы просто в метод FoldMap пихаем функцию, которая из a возвращает a. Это пока понятно? Окей. Так себе, конечно. Понятно. Я согласен. Но это такая чисто теоретическая лекция. Сейчас туда, видимо, надо будет дать диклеймер про это все, последующий контент. В Scala реально вот этих всех таких классических fp-шных монат, моноидов, аппликативов и вот этой прочей всей гадости их нету как таковых. А вместо этого такие два основных типа это Option и List. У них есть функции, которые имеют вот такие как раз у Option, у Листа есть методы FoldMap, Folder, Fold. И как бы цель вообще вот этого рассказа это объяснить вообще чем обоснованы эти названия и какой они смысл к себе несут. Окей. То есть Foldable это у нас есть коробочка, которую мы хотим каким-то образом влиять на контент от этой коробочки и разворачивать ее. И вот для Option мы ее в PZ Foldable реализуем вот таким образом. То есть если у нас в коробочке пусто, то мы возвращаем какой-то нулевой элемент. Если в коробочке что-то есть, то мы к этому значению внутри коробки применяем функцию, которую нас попросили и возвращаем результат. Окей. Так, не знаю, стало лучше. Ну так да. Чуть-чуть как минимум яснее стало. Окей. Ну вы останавливайте, потому что я это литературить могу довольно быстро. Вообще как бы функциональное программирование это предмет для целого курса, но это так типа обзорно вообще, чтобы понимать, что такое есть. И если кому-то придется столкнуться, чтобы не было так страшно потом. Вот. Окей. Дальше мы научились коробочку, брать коробочку и разворачивать ее. Что если мы не хотим коробочку разворачивать? Допустим, у нас есть двойка. Мы хотим применить к ней функцию типа плюс три и получить пятерочку. Вот. Если у нас двойка оказалась в коробочке, то мы уже не можем просто так взять и написать применить к ней функцию плюс три. Нам нужна какая-то магическая штука, которая возьмет коробочку, возьмет нашу функцию, которая работает со значением внутри коробочки и как бы вернет нам новую коробку. И такая функция в Scully это Map. То есть Foldable это разворачивание коробочки, Functor это изменение значения внутри коробки. Вот. У Functor всего одна функция, которая принимает значение в коробочке, принимает функцию, которая каким-то образом изменяет это значение из коробки и возвращает нам новую коробочку с B. То есть вот то, что мы видели, это у листов MethodMap. Он берет лист, на каждое значение этого листа применяет эту функцию и возвращает нам новый лист новых объектов. И то же самое есть у Option, это то же самое Map. У Functor есть два закона, это идентичность, то есть если мы возьмем коробочку и применим к ней значение, то есть применим к ней функцию Identity, то есть из X в X, то мы получим ту же самую коробочку. И композиция. Сейчас сформулирую. Если мы возьмем коробочку и к ней поочередно применим F1 и F2, то есть мы берем Map F1 и F1 и потом F2, то это равнозначно тому, что мы применили бы функцию, скокортинировали F1 и F2 в одну функцию. And when это как бы последовательное применение функции. То есть у нас есть A, B, B, C. And when делает у нас функцию из A в C. Вот. И то есть результат последовательного применения этих функций коробочки, он равнозначен применением коробочки как-то, координации этих функций. Окей. Теперь Option. Option наша любимая штука. Что мы должны сделать с Option? Мы должны взять коробочку, в случае если в ней есть значение, достать за это значение, применить к нему функцию и потом запихнуть обратно в коробку. Если у нас нет значения, то нам делать нечего. Мы можем ничего не делать с этим. Дальше. Как реализовать эту штуку? Реализовываться довольно просто. Если мы F1 матчем, если это сам, то мы делаем новый сам, который равен применению функции от значения. Если это нам, то возвращаем нам. Окей. То есть, собственно, у Option map работает именно таким образом. Если Option является наном, то он не изменит свое состояние, потому что в нем ничего нет. Если он является самым, то он как раз применит эту функцию. Дальше такая страшная штука. Что если мы возьмем функцию и нашей коробочкой будет функция? И что если мы захотим как бы соединить две функции? В таком случае мы объявляем функцию для функции из R в что-то. То есть функция это наша коробочка. Она действует из R в A. И нам дали функцию, которая действует из A в B. И нам нужно получить функцию из R в B теперь. Точно таким же образом мы описываем F A и V N F. То есть у нас функция является функторами. Option является функтором. List является функтором. И довольно много еще чего в школе. В школе. В скале. Довольно еще много чего есть метод map. Дальше мы совсем хотим развлечься. У нас есть коробочка с самым. И дальше мы на него мапнем функцию. Которая значение в коробочке превратит в функцию. И мы получим сам, который содержит функцию, которая будет умножать число на тройку. Такой же пример для листа, допустим. Мы берем лист 1, 2, 3, 4. И применяем к нему функцию, которая сделает из нашего листа список функций, которые умножают полученные значения на число. И дальше к этому листу функции мы можем применить функцию, которая применяет его на девятке. И получить новый список там 9, 18, 27, 36. Окей. Но делать это довольно неудобно. Мы сначала сделали лист, который делает функцию. То есть мы мапнули на лист функцию, потом на этот лист функции мапнули другую функцию. Получается, что нам нужно два вызова мапа, чтобы из списка 1, 2, 3, 4 получить 9, 18, 27, 36. И у нас появляется такая страшная штука аппликатив. Аппликатив позволяет нам складывать коробочки. То есть если у нас, допустим, есть... Самая базовая у него штука – это point. Point – это просто заверни значение в коробочку. То есть для option это будет, допустим, сам от трех, для листа это будет лист от этого значения и так далее. Дальше у него есть важная функция... Ну, как бы... Apply занятое слово в скале, но примени. Который берет коробочку с A, берет коробочку с функцией из A в B и делает коробочку с B. И... У этого... У аппликатива есть законы. Сейчас, не знаю... Они довольно страшно выглядят на скале. Надо попробовать объяснить. А коробочка с A равна тому же, что мы применим функцию identity к коробочке A. То есть то же самое, что у нас было где-то, 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 где-то... Вот здесь, identity, закон. То есть если мы к F применим функцию AB, то мы получим то же самое F. И здесь то же самое. Если мы к коробочке F применим identity функцию внутри коробочки при помощи аппликатива, то мы получим то же самое F. Дальше у нас есть композиция. Точно так же, как у MAP работает. Если последовательно применять коробочные функции AB и BC, то это равнозначно тому, что мы скомпозируем функции AB и BC и потом нашлепим это все дело на F. Гомоморфизм это о том, что как раз-то у нас был моноид. Не, не совсем, я вру, вру, вру. Это про то, что у нас, если у нас есть какие-то операции, которые вне коробок, то от того, что мы их обернем в коробки и будем работать с ними как с коробочными операциями, у нас как бы результат не изменится. То есть если мы AB применим K и потом завернем в коробочку, это будет то же самое, что если мы их по отдельности завернем в коробки и слепим при помощи аппликейшн. И Interchange это правило, говорящее о том, что если мы возьмем... А, о том, что мы можем менять местами по сути эти операции. То есть заворачивание A в коробочку, а потом аппликейшн, вот эти функции в коробочке. Это равнозначно тому, что мы применим к коробочке с функцией функцию, которая нам возвращает их фото. Да, то есть сейчас... Как это объяснить на словах? То есть здесь мы коробке A применяем коробку F. Мы можем сделать ровно наоборот. Мы можем коробке F применить A. И сделать мы это можем через вот такую хитрую функцию, которая принимает функцию из A в B, применяет ее на A нашим, заворачивает ее в коробку и применяя к коробке с F. Не знаю, не уверен, что это более понятный способ записи этих законов. Но... По сути... Ну, не знаю. Насколько он яснее... Окей, ладно. Пока прости будем. Теперь как определить подкатив для община. Тут не обращайте внимания, just это выдавленные красивые картинки из книжки по Хаскелю. Just это скаловский сам. У нас есть функция, которая завернута в коробку. У нас есть значение, которое завернуто в коробку. По сути, как реализовать это? Мы разворачиваем, вытаскиваем оба значения с коробки и возвращаем это значение, снова заворачивая его в коробку. Теперь, как сама реализация? Сейчас. Поскольку у нас аппликатив как Senate Functor, то есть он должен иметь метод map, то map из функтора через аппликатив... А, он не реализуется сейчас. Мы просто сюда в коричевом броне написаны функторы для община. Вот. Теперь, что такое point для? Point для A это понятная штука, это sum от A. Теперь, как нам применить к FA F? Обе функции находятся внутри общины. По сути, мы берем функцию и смотрим. Если у нас функция не пустая, то мы используем метод из функтора, который вот здесь написан. Мы просто применяем уже развернутую... То есть мы разворачиваем функцию и потом ее при помощи метода map применяем к нашему значению. Если у нас функции нет, то нам, собственно, ничего не надо возвращать. А функция есть, поэтому нам... Если функция есть, то мы просто применяем map. Мы развернули эту функцию из коробки и применили ее на коробку с FA. Теперь такая страшная штука аппликатив для листов. у нас есть лист из функций умножить на 2 и плюс 3. У нас есть лист из значений 1, 2, 3. Дальше мы их... Как бы... Операция... Делаем им cross-join и получаем массив. Первый массив это результат 1, 2, 3 умножить на 2. Второй результат это плюс 3 умножить на 4 на 1, 2, 3. Еще раз. Поинт, опять же, у нас довольно простой. Это лист обернуть... сейчас... Лист оборачивающий значения аппликатив... map мы просто используем скаловский map, потому что нам лень писать. Вот. Как нам применить лист функций к листу значений? Мы просто пишем for loop, который первое, что делает, он берет каждую функцию из f потом он берет каждое значение из f и дальше последовательно применяет значение каждому... То есть каждое значение функции умножает на каждое значение из листа. И мы как раз получим вот этот паровозик из значений. Так. Где вы выпали тут? ну ладно. Хорошо. Дальше монада. Монада это самая такая самая из всех структур. Монада по сути в себе сочетает все свойства которые мы ранее обсуждали и является такой страшной коробочкой которая умеет все с ним можно делать что угодно и так далее. А variable то есть переменная это такой контейнер для данных монада это контейнер для последовательно сочетаемых вычислений. То есть в чем хитрость монады? Если допустим мы возьмем какую-нибудь монаду и начнем к ней применять операции сделай это с ней сделай это с ней в разные функции то наш язык программирования компилятор может это все дело соптимизировать то есть разные применения функций разных он может слепить все в одно значение и считать это сразу. И монада поскольку у нас идет речь о анализе программирования и компилятор может считать все в случайном порядке монада это такой способ объяснить компилятору условно что ваши вычисления должны выполняться последовательно и они зависят от друг друга то есть по сути монада это равнозначно тому что вы из одной функции вызываете другую функцию из нее третью и так далее как пример допустим у нас есть кискласс пост это как бы статейка у нее есть title и body у нас есть блок который содержит список постов и counter это количество прочитанных постов вот в оперативном языке программирования мы бы просто у нас есть задача создавать новые посты и как бы трекать сколько постов было прочитано и в оперативном языке программирования мы бы просто сделали вот эту мутабельную переменную блок и добавляли в список постов элементики и увеличили любые каунтеры все было у нас хорошо в жизни но поскольку мы пишем на функциональном языке то нам нужно прыгать через кольцо по сути то есть если так смотреть со стороны операция readpost она по айдишнику поста и по блогу возвращает нам вот этот пост который мы хотим прочитать и новый блок в котором мы прочитали этот пост то есть это функция которая принимает номер поста блок и возвращает нам пост с этим айдишником и увеличивает каунтер на единичку создание нового поста это функция из поста блога в блок то есть мы принимаем новый пост блок и в блоге просто докидываем новый пост в начало нашего списка теперь мы хотим прочитать два поста и добавить один новый что мы делаем мы вызываем readpost с айдишником 1 блогом получаем новый первый пост и новое состояние блога дальше в этот блок 1 мы запихиваем новый пост получаем второе состояние блога дальше ко второму состоянию блога мы применяем функцию readpost читаем второй пост получаем этот пост 2 и получаем третье состояние блога и все это на выходе возвращаем и это типичный код фпшный он как бы чистый он не изменяет состояние никаким образом и возвращает новое состояние блога всегда то есть блок мы получаем по сути новый из каждый раз после каждого действия с ним когда мы его хотим изменить теперь монады сделаем из него заведем такой кейс пас блок монад блок монад это монада то есть коробочка коробочка которая содержит лучше в идее будут показывать секунду блок монад это будет у нас коробочка которая внутри имеет action из бога в пару а и блок то есть если мы перепишем нашу функцию read пост это будет функции из он то в коробочку блогом от поста то есть блогом будет содержать действие из блога в пост и блок и создание нового поста это по сути еще одна коробочка которые возвращают нам ничего и новый блок вот это пока понятно вроде как в личном экране поменялся после презы то есть я не вижу так секунду я сейчас значит у меня вот так да 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 так видно так видно лучше окей тогда сейчас коротенько у нас есть функция read post new post который изменяет это состояние блога дальше мы заводим коробочку блогом у нее есть действие из блога в пару значений а и блок то есть это дженерик который возвращает нам какое-то значение и новое состояние этого блога то есть блоком это коробочка содержащие действия над блогом дальше собственно ранее написаны операции read post new post мы можем переписать через эту монаду таким образом что по сути чтение поста это блогом который возвращает нам пост то есть имейте пост то есть он вернет нам пару пост и блок вот ему просто блогом запихиваем полу примененную функцию read post здесь вот это read блок пост блок мы запихиваем внутрь коробки блогом создание нового поста мы перезаписываем следующим образом это блогом который нам возвращает ничего и новый блок поскольку нам как бы на запись не важно как бы условно нового значения и по сути мы в коробку блогом запихиваем new post то есть функцию из блога в блок поскольку у нас блогом это функция не из блога в блока из блога в пару нам нужно вот эта функция на иметь тип блок блок а вот эта прекрасная штука о господи что произошло сейчас мама как выйти из этого это функция которая из блога нам вернет ничего и блок и и мы получили такую коробочку блогом в ничего который создает нам новый пост и теперь самая страшная часть нам нужно описать монаду для него метод point который обращивать монаду блогом наш то есть блогом это действие над блогом чтобы нам обернуть какое-то конкретное значение в блогом нам нужно просто написать функцию которая берет блок никаким образом его не изменяет и возвращает пару из а в б то есть а и б а дальше вот мап довольно страшная штука сейчас я говорю про формальное описание надо да нет нам нужно то есть мы и умеем делать коробочки из блогов теперь нам нужна штуковина которая позволит нам к этой коробочке применять действие из значения внутри блога в новый тип то есть нам нужно выполнять вот такие операции то есть мы хотим уметь складывать коробочки из блогов то есть в данном случае ф это будет функции зонтал блогом в другом случае эта функция будет из поста в блогом с пустым значением как нам нужно как нам слепить эти коробочки то есть коробочку и функции значение другую коробочку мы пишем лямбда блогом это еще раз эта функция из блога мы пишем блог другого пук дальше к этому блогу мы применяем действие из нашей изначальной коробки то есть сейчас правлю немножко то есть вот этот экшен он из блога действует 2 и блок мы применяем это значение к нашему блогу получаем вот это как раз а как его можно назвать таким сайт эффектом и новое состояние блога дальше к этому а то есть к этому сайт эффекта мы применяем нашу функцию и получаем эйдж это новый блогом который у нас из блога делает б и новый блог и к этому эйдж мы вызываем его экшен который из блога в блог и к нему прикладываем наше состояние б то есть по сути что делает эта операция она берет два действия над блога и складывает их в одно действие над блога и вот что здесь происходит окей то есть монада по факту это объединение некоторых таких операций но она собственно в себе соединяет эти операции получаем ответ как если бы мы писали их по идее да да по сути да то есть монада ее как бы воспринимать надо как такая штуковина в которой мы можем складывать действия назначением в одну такую большую штуку получать один объект потом разным их все применять условно вот ну то есть это по факту например мы в коде где-то расписали монаду и потом как обычно ее упоминаем какое-то значение в нее вкладывает получаем ответ и собственно вот наш пример который такой он не то чтобы страшный но такой довольно кривой и корявый чтобы переписать на как раз вот с тем что мы использовали монаду но если так условно отбросить слово блок монад мы берем операцию прочитай первый пост дальше со значением этого первого поста мы делаем следующую операцию создай новый пост дальше мы делаем операцию прочитай второй пост и по итогу мы берем первый пост и второй пост и делаем из них как бы сайд эффект этой операции и по итогу мы получаем такую хитрую функцию которая возьмет наш блок сделай в нем два поста добавит туда новый пост и вернет нам этот блок сейчас и как результат применения допустим если мы напишем резал трав но сделать если блок из пост а там был где-то уже поздно пост 11 допустим и здесь counter 0 и и как бы резалт этой операции мы делаем ринг вананью вызов берем его экшен пихаем блок и на выходе получаем вот такую штуку это будет первый пост это будет второй пост а это будет наш обновленный блок вот таким образом мы как бы да действительно взяли какие-то вычисления над монады нашей то есть мы сделали монаду накидали в нее экшенов то есть прочитай пост добавь новый прочитай еще один и по итогу слепили это все в один большой экшен который мы применяем вот конкретному блогу по итогу формальное описание монады покажу как его делать слайдов это зеленом было уже нет не было видимо у монады есть point это с точки зрения скалы это на самом деле apply то есть у листа есть метод apply сейчас надо здесь писать лист . play который принимает быть элемент у общины есть метод apply который принимает элемент и допустим у ючера тоже есть метод apply вот который берет наше значение оборачивает его в коробочку вот и метод flat map который берет коробку применяет к нему функцию и значение в коробку надо также является аппликативом поскольку мы можем метод map и метод аппликатив выразить через вот эти методы то есть map описывается довольно просто мы берем of a берем вот эту функцию и как бы оборачиваем результат причисления при помощи метода point здесь написано мы берем какой-то а потом применяем к нему функцию и оборачиваем обратно это в коробку аппликатив работает через два метода то есть мы все также вызываем метод flat map а дальше мы при помощи мапа делаем такую хитрую функцию сам соображу икс у нас применять сейчас вот map требует функцию и за в fb поэтому для того чтобы сделать новый аппликатив мы как бы к коробке с собой будем применять а вот так это будет у нас работать то есть мы берем коробку а.б. а дальше нам нужно описать функцию которая к а.б. применит наш ф и это мы как раз здесь делаем то есть x у нас это такие идеи помоги среди отказывается икс это а.б. как раз и дальше мы при помощи map of a применяем а.б. получаем fb и вот это у нас будет являться по итогу функцию функции и за а.б. в fb и результат это вычисления т.п. у монада есть очень похожие законы на аппликатив это left identity то есть по сути от того что мы функцию не применили сразу на а то есть мы можем либо функцию применить сразу на а и не париться с теми коробками вообще и мы можем через слеп мап повернуть себя в коробку и применить к нему функцию это будет одно и то же а дальше write identity это сути если мы флот мап ним значение в сама в себя то мы получим то же самое и ассоциативность про то что опять же мы можем либо последовательно сделать два флот папа либо мы можем флот мапнуть примененные друг на друга функции fg ей и зачем это вообще все нужно морада как такая теоретическая штука то есть мы можем как бы не париться с ними вообще и просто брать значение конкретные применение функции переполучать новое значение то есть единицу умножать на 3 умножать на 5 и не мучиться с этим это нам нужно когда мы хотим то есть проблема такого подхода в том что вот эти все действия они будут вычисляться у вас прям вот на руках то есть сначала вы умножите на 3 сделать одну операцию потом вы сделать вторую операцию можно опять монады как такая теоретическая штука позволяет вам как бы компрессить операции и делать их разом дальше как описать общем довольно понятно то есть поинт отоплен это просто сама то флот мап это если назначение пустое мы применяем функцию если пустое возвращаем на листа надо тоже выглядит довольно просто и понятно это листа либо одного элемента либо это мы берем каждый элемент из-за и потом к нему применяем функцию сейчас мы берем все элементы из-за и каждому элементу из списка мы применяем нашу функцию и потом мы и терируемся по результатам применения функции получаем массив то есть если у нас есть там допустим сейчас какой пример ты смог привести если у нас допустим есть массив цифер мы применяем к нему функция которая исчезла делает два числа там допустим не знаю выведи предыдущие следующее число вот и мы хотим чтобы это получилось как бы слепилась в плоский список то вы как раз и делали филосмап по листу то есть мы берем лист берем функцию из каждого значения листа другой лист и мы как бы сплющиваем этот результат и на этом все домашнее задание будет такое больше теоретическое надо будет реализовать некоторое количество монад функторов и прочего вот и на этом все